Физкульт, привет, друзья! На связи Мускулшоп, меня зовут Сергей. И сегодня я хотел бы вам показать и рассказать о шведской стенке, такой как чемпиона торговой марки Ладос. Я всегда считал, что мужчина должен своим примером показывать, точнее не мужчина, а отец должен своим примером показывать, как должны поступать настоящие мужчины, как должны действовать. И когда у меня родился первый сын, а у меня их на сегодняшний момент трое, когда у меня родился первый сын, ему сейчас, кстати, 16 лет, у меня не было возможности, ну до этого я ходил в тренажерный зал, там занимался со штангой, силовые упражнения делал, но когда родился ребенок, у меня первый год не было возможности уделять время тренировкам, то есть я собой практически не занимался, только были бессонные ночи, он плохо спал очень, по ночам гуляли мы долго, плохо ел, естественно, супруга большую часть работы брала на себя, но у меня была еще, ну, соответственно, мои какие-то потребности я перекрывал свои, плюс зарабатывал деньги и, соответственно, у меня не было времени на спорт вообще. Через год примерно, точно не помню, но плюс-минус это был год, прошел с того момента, когда он более-менее начал по ночам спать, я немножко стал высыпаться, у меня появились какие-то свободные, там, несколько часов в день, и я решил все-таки пойти в зал, и потому что я понимал, что дети будут взрослеть, и по мере их взросления они будут смотреть на папу и брать с него пример, поэтому я должен был заниматься спортом и дальше. К чему я это все веду? Я ходил в зал, занимался со штангой, с тренажерами, но у нас была квартира на тот момент, где, ну, не всегда была возможность у меня пойти в зал, потому как ребенок, там, сегодня поспал, завтра не поспал, то есть я тоже в зал не постоянно мог ходить. У меня не было возможности поставить дома шведскую стенку. Я повесил турник, у нас просто небольшая квартира была, и не было возможности прям куда-то ее втулить, там все было заставлено мебелью. Но сейчас бы, если бы у меня была такая возможность, если бы у меня в комнате появился свободный уголок, я бы обязательно взял шведскую стенку. Причем, если вы выбираете, какой вариант вам взять, я вам сразу могу посоветовать вот взять, либо вот такую чемпион называется, либо вот рядом Одиссей стоит. У них разница только в том, что Одиссей стенка, ну, помимо цветового решения, она идет со съемным турником, то есть он для совсем маленьких детей, у которых там 2 годика, 2,5-3 есть малыши. То есть вы можете турник снять и переставить на небольшую высоту, чтобы он не карабкался вверх, а там рухнул и ушибся. А вот небольшая высота, и он лазит и подтягиваться начинает, силовые какие-то упражнения, элементы пытаются делать. То есть это для маленьких детей вообще must-have, вот съемный турник. Для тех, у кого детки постарше, к примеру, там уже 4-5 лет, то можно брать спокойно шведскую стенку вот с таким жестко зафиксированным турником. В чем ее преимущество, к примеру? Сюда вы можете повесить боксерский мешок. То есть если на эту со съемным турником вы можете, конечно, повесить его, но при работе с боксерским мешком он будет телепаться, турник тоже. Он, конечно, не упадет, турник, но будет постоянно дребезжание, вот этот мешок будет болтаться еще вместе с этим турником. Ну, не совсем приятно и соседям, и вам. Сюда же вы можете спокойно повесить мешок, ну, карабин какой-нибудь, либо анкер закрутить вместо вот этого болта. И все, у вас будут и боксерский снаряд здесь висеть, и все силовые упражнения вы сможете сделать на этой шведской стенке. Что в комплекте здесь идет? Значит, по сути, ну, сама шведская стенка с турником, распорки для крепления ее. То есть вы можете ее закрепить как в распор, пол потолок, и больше не крепить ее ни к стене, ни к чему. То есть этого достаточно. Но в том случае, если у вас потолок, бетонная плита, либо же какой-то деревянный настил, ну, то есть деревянное перекрытие, но очень хорошие балки, массивные, то есть чтобы оно не играло. Тогда вы просто распираете ее, там внизу вот такие вот, вот такие два пятака, вот такие пятаки внизу, и вы раскручиваете, как домкратом ее фиксируете. Либо же, если вы не можете закрепить пол потолок, и вам придется все-таки крепить в стену, есть четыре кронштейна, по два отверстия на каждом, и для этого вам нужно будет докупить восемь анкерных болтов. Вы их крепите к стене. Но, соответственно, помните, что стена должна быть обязательно либо кирпич, либо бетон. Газобетон, ракушняк, пенобетон не подходят для этих целей. Ну, соответственно, гипсовые перемычки, ну, перестенки тоже не котируются. Помимо детского навесного, то есть веревочной лесенки, каната и колец, здесь есть брусья, есть крюки под штангу на брусьях. То есть, опять же, вы можете их переставлять, поставить, к примеру, вот так вот скамью, на которую вы сможете делать упражнения с гантелями, либо со штангой, брусья опустить ниже, сюда положить штангу, то есть легли и делайте жим лежа. Сейчас я не лягу, потому что стенка не закреплена у нас в магазине. Но на этой стенке вы можете делать упражнения со штангой, с гантелями, разводки, пуловеры, жимы, приседания на плечи, жим сидя, ну, то есть вариаций очень много. И плюс для детей есть полноценный комплект. Причем к этой стенке, ну, вообще к детским штангам, которые есть, где есть канаты, у нас в подарок идет такой диск-тарелка, которая одевается, снизу узел завязали, и ребенок катается, как на качельке. Это в подарок отдельно. Причем, чтобы доставка у нас этих стенок бесплатная, на отделение новой почты. В общем, можете смело заказывать ее, если у вас вся семья спортивная. Вот такой обзор небольшой на эту стенку от торговой марки Ладос. Производитель город Днепр. Заказывайте на нашем сайте. Все позиции есть. Там большой выбор шведских стенок. На сайте Muscul Shop. Ссылочка будет внизу под этим видео. На сайт. Заказывайте у нас, потому как мы стараемся стать лучшим интернет-магазином в Украине по сфере обслуживания, по коммуникации с клиентами и по доверию клиентов. У нас самые лояльные цены по тренажерам, по шведским стенкам. Звоните, заказывайте у нас. На этом все. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова